это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер были времена знаете ли когда в интернет выходили лишь избранные а по вечерам показывали не ток-шоу а классные фильмы по-своему это объединяло страну ведь смотрели все плюс-минус одно и то же и вот в понедельник утром как сейчас помню мы обсуждали эти фильмы просмотренные накануне воскресенье ну что запомнилось памяти сохранились особенности национальной рыбалки охоты соответственно бегущий человек вспомнить все с арнольдом шварценеггером такой вот странный набор а ну еще чужой ридли скотт но вы блин даете однако более всего меня поразило тогда криминальное чтиво квентина тарантино я еще не знал что это за режиссер но то лента с ее космическими диалогами монологами с ее трагикомедией с его пряностями безумия буквально изумляла скажи что-нибудь говорит вид цент века героини умы турман очнувшийся после укола адреналина самое сердце и она отвечает что нибудь вот так собственно и со зрителями криминального чтива ошеломляет скажи что-нибудь со временем конечно же я посмотрел все фильмы квентина тарантино а их слова всего 9 считается что режиссер снимет 10 после чего уйдет на покой к слову на днях проскользнуло сообщение что тарантино закончил сценарий сценарий своего десятого то есть заключительного фильма и будет он якобы о женщине кинокритике ну а 27 марта собственно к чему я завел этот разговор квентину тарантино исполняется 60 лет так что самое время поговорить об этом знаковом режиссер в общем как мы убедились производством своего кино он не спешит и вспоминается четверостиши знаете ли виктора пелевина из романа жизнь насекомых как там было зачитаем трезвое и совершенно спокойное настроение никогда не приводит к появлению подтянутых строк а стихи надо писать со всем стремлением как народный артист выпиливает треугольный брелок но только случае тарантино речь идет не а стихах а фильмах родившись вне брака у 16-летней медсестры кони бросивший школу в 15 лет он буквально любыми способами мечтал соприкоснуться с кино и в 22 года он устроился видео прокат где получал сущие копейки или правильнее сказать центы но зато имел неограниченный доступ к видео кассетам собственно именно там видео прокате он и начал писать кино сценарий причем настолько успешно что один из них вскоре поставят сам оливер стоун ну речь конечно же идет о культовой ленте прирожденные убийцы далее я конечно скажу банальность но свое оправдание как писал борхес подчас банальности самые точные вещи на свете так вот по сути тарантино является блестящий я бы даже так сказал эталонной иллюстрации того что американцы называют self-made man то есть человек который сделал себя сам и действительно он сделал себя сам и для того ему пришлось от многого отказаться вот что сам тарантино говорил на этот счет поймите я отказался от слишком многого в жизни для того чтобы снимать кино у меня нет жены нет детей я пошел на эти жертвы имея четкую цель и я счастлив ну к слову сейчас тарантино женат он женился 55 лет то есть пять лет назад и вот в этой фразе нет никакого нарциссизма или там самолюбование тщеславия хотя и конечно не без этого тоже но в первую очередь в этой фразе есть как сказали бы журналисты старой школы преданность любимому делу страсть и отдачу вот слову еще один человек читая автобиографию которого я был изумлен насколько он предан своему делу речь идет о вот этой замечательной книге жизнь биография автобиография гитариста the rolling stones кита ричардс вообще всем рекомендую настоятельно эту книгу потому что книга это конечно но не столько о музыке сколько это своего рода инструкция как остаться с собой в мире где казалось бы остаться собой невозможно а вот что меня всегда изумляло это то что в свои там 79 лет кит ричардс выходит на сцену причем он пережил многих несмотря на свой чудовищный образ жизни выходит на сцену и я не знаю кайфует точно какой-нибудь там 15-летний подросток который в мгновение стал рок-звездой но друзья вернемся все-таки квентину тарантино когда я говорю что этот человек полностью себя посвятил кино то ни в коем случае не лукавлю тарантино человек невероятно насмотренный это настоящий фанат кино кинематографический маньяк гиг безумец в общем назовите как хотите и ощущение такое перерастающая в уверенность ощущение что он изучил все фильмы на свете и вот своих лентах квентин мастерски жонглирует этими знаниями он как бы с одной стороны придирает штампы но в то же время сам использует вкрапляет их свои работы но в его прочтение в его обыгрыше если угодно получается нечто новое и совершенно особенно то что там у другого любого режиссера смотрится как прогорклая банальностью тарантино выглядит как прорыв что вот я позволю себе такую параллель представьте себе где-то на улице там вот у вас под домом пожилые женщины знаете продают там ветошь хлам то есть там какие-нибудь продавленные кресла старые потрепанные куклы какие-то забытые книги ну казалось бы ну кому это нужно однако вдруг появляется человек скупает это все за бесценок а спустя некоторое время вы видите те же самые предметы но уже преображенные вы видите их на какой-нибудь модной экспозиции предметов искусства и многим-многим это нравится вот именно так столь ловко тарантино управляется с кино наследием ну а получается это у него столь мастерски подчеркну еще раз благодаря тому что он блестяще знает американскую мифологию то есть тарантино и тут прав российской культуролог павел сурков в первую очередь работает именно с мифами с американскими мифами он как бы вплетает и вот в эту современную ткань бытия ну а я бы расширяя сказал что тарантино работает и с американскими архетипами тоже то есть с тем что сидит национальном коде сша если угодно и квинтин берет американский миф тот или иной и обыгрывает это своем стиле а человек это прежде всего стиль как писал вольтер и вот фишка тарантино в том что стиль его просто узнаешь сразу же более более того согласитесь его имя стала нарицательным стала брендом сколько уже мы видели этих там кафе тарантино в том числе и в россии даже бани тарантины сауны и так далее а в словаре оксфордского в оксфордский словаре английского языка включено такое слово как тарантинеск новое слово неологизм и в данном контексте конечно тарантино не только и не столько постмодернист как его всякий раз пытаются представить потому что он вот еще раз говорю жонглирует этими смыслами этими шаблонами сколько если угодно консерватор причем консерватор совершенно радикальный пламенный и отчаянный в чем-то кстати очень даже такой сентиментальный и романтичный это вот особенно хорошо заметно в его последний на данный момент последней ленте однажды в голливуде если вы вдруг не видели то обязательно посмотрите потому что эта лента возвращает нам такой яркий классический правильный я бы сказал голливуд и соответственно правильную америку тоже вот слову в 2021 году что тоже любопытно тарантино дебютировал и как писатель вот это его первая книга подчеркиваю не сценария именно полноценная книга роман называется тоже она однажды в голливуде вышла в 2021 году а я прочитал ее буквально недавно и она произвела на меня ну скажем так очень сильное впечатление как написать или читать да тут те же герои что и фильме то есть рик далтон клифф бут чита поланский но подано это все в таком совершенно новом я бы даже так сказал расширенном стиле с других ракурсов вот так правильно будет сказать и это конечно же прежде всего вот что у тарантино не отнять признание в любви кино искусству причем очень пламенно ярко признание хотя вот что любопытно сам фильм однажды в голливуде это скорее питать и голливуду то есть и такая вот что важно сказать попытка консервативного реванша и в то же время это очень такая назидательная притча о том как массовая культура плодит зло а потом со временем это зло становится массовой культурой тоже и серийные маньяки превращаются в кумиров ну вот как фильме говорит один из хиппи давайте убивать тех кто научил нас убивать вот я опять же не случайно сказал слова притча и пусть вас не обманывают перестрелки убийство жестокость щедро вот это все разлитое фильмах тарантино пусть это вас не обманывает но смотрите тот же ветхий завет содержит немало жестоких сцен чему я вспомнил да к тому что фильмы тарантино это во многом консервативная я бы даже так сказал христианская проповедь если угодно очень яростная беспощадная но не случайно всякий раз заканчивающийся хэппи-эндом то есть в отличие от всех этих постмодернистских этюдов мы точно знаем что у тарантино злодей что называется получит по заслугам а тот кто познал истину тут будет спасен и слабак а я тут тирания зла но я пытаюсь я пытаюсь очень-очень стать пастырем но смотрите к примеру да я вспоминал криминальное чтиво вспомним да там было два бандита вот этих джулс исполнять сэмюэль эл джексон и винсент вега в исполнении траволт и вот смотрите их расстреливают как бы в упор но они чудом избегают смерти что происходит дальше джулс видит в этом божье откровение а другой вега не видит ничего и вот мы уже видим конец фильма джулс выживает а винсенд вега умирает тоже касается например и буча героя брюса уиллиса там речь вертится сюжет вертится вокруг часов которые бучу подарил его отец и вот тут тарантино что называется шлет приветы своему родному городу ноксвилл откуда родом и буч тоже а часы вот эти часы которые буч несмотря на все риски пытается спасти встревает в разные такие вот тяжелые ситуации эти часы становятся символом того как важно чтить традиции и наследие предков вот о чем говорит тарантино малыш я передаю эти часы тебе ну а в своей последней ленте однажды в голливуде фактически тарантино вообще восстает против вот этого нового дивного мира с его новой повесткой как сейчас говорят то есть против лгбт экоактивизма радикального феминизма цифрового фашизма и всех вот этих вот там скажем так трансгендерных вещей не случайно вот в новой его на работе однажды в голливуде относительно новой хиппи которые выступают главным злом просто выжигаются сжигаются из огнемета причем делают это представители той старой эпохи то есть старой америке если угодно и вот в нынешнем времени в нынешнем контексте столь смелые заявления столь смелые образы конечно же выглядят буквально как революция буквально как революция причем это не только я бы так сказал подчеркну неполиткорректно или как-то так резко нет это именно революционно то есть фактически тарантино просто отвергает всю эту современную повестку и пытается сбросить настройки вернуть нас вот к вечным если угодно ценности конечно это настоящий вызов глобалист кому мир конечно это бунт это революция но революции бунт консервативный смотрите что любопытно квентин тарантино начинал в кинематографе как революционер и им он по итогу остался но уже в несколько ином ключе и в этом конечно безусловно есть особая прелесть особый дух времени если угодно ведь согласитесь немного странно когда такой человек такой режиссер как вентин тарантино на экранах выливающий буквально ведра крови из фильма в фильм напоминает нам о чести долге морали напоминает нам о вещах давно подзабытых казалось бы ну как выясняется еще вполне годных для отличных экранизаций это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя своих близких и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения смотрите хорошие фильмы друзья